Ну что ж, вопрос решен. Давайте еще раз контрольно спрошу, как хорошо ли все со звуком. И приступаем. Рада, что сегодня у нас, так сказать, состав хороший. Вижу и знакомые лица, и новые. Рада, что студенты и выпускники не упускают такой возможности. Итак, сегодня мы с вами будем говорить, конечно же, о создании образа и создании стиля. Да, главный момент, который я еще не сделала, это включить запись. Запись я имею в виду на втором компьютере, для того, чтобы у нас была с вами гарантия возможности позже пересмотреть. Отлично, запись пошла. Итак, значит, тема серьезная, тема профессиональная. На самом деле мы, конечно, сможем к ней, пожалуй, вот, скажем так, прикоснуться, начать ее чувствовать, начать в ней разбираться. Но и это большой шаг. Поставьте единичку, чтобы мы не, так сказать, не спутались с плюсиками, те, кто был на марафоне гардероботерапии, который мы делали осенью. Особенно на вебинаре, в котором я давала особенности фактуры внешности. Может быть, кто-то помнит вот этот момент, мы обсуждали. Поставьте единичку. Если вы там были, я буду понимать, с какого места мне лучше начать. С плавного продолжения или все-таки уделить внимание вот такой вводной части. Так, пока вижу одну единичку. Ага, значит, прекрасно. Значит, так, видеозапись. Да, я делала даже отдельный отрывок, но вижу не так много тех, кто был там. Конечно, рекомендую посмотреть более подробно этот вебинар, потому что там есть прям достаточно важный отрывок, посвященный фактуре, внешности и примерам. И мы, в общем-то, продолжим с этого места. Посмотреть это можно. Давайте я сразу вам помогу, где это можно найти. Это в нашем блоге. Сейчас я пришлю ссылку, потому что я думаю, что вам, наверное, на сайте будет не всем легко сориентироваться. Очень много у нас материала. И лучше, конечно же, конкретно, прицельно. Так, сейчас. Это был материал 2015 года. Так, вот он, марафон гардероботерапии. Здесь выложены вебинары, марафоны. И среди них, вот особенно рекомендую, вебинар, когда мы касались типов женственности. То есть это был третий вебинар. Он назывался «Секреты привлечения мужчин». Вот так вот. Это вам будет домашнее задание для всех, кто не участвовал. А мы сейчас приступим к сегодняшнему нашему занятию. О чем мы будем говорить? О том, в чем же кроется секрет успешного или неуспешного преображения. Конечно же, будем рассматривать пример со звездами, потому что они дают нам массу материала для анализа. То есть они много пробуют, много экспериментируют, более удачно, менее удачно. И все эти образы являются достоянием общественности. Так что у нас нету недостатка в примерах. Посмотрим, на что можно опереться, на что более надежно опереться, на что опираться, как сказать, не всегда оправдана в создании образа. Конечно же, коснемся природной фактуры, посмотрим примеры, разберем, увидим практические возможности для каждой из вас. То есть пусть это будет не просто теоретическим занятием, чтобы посмотреть, как замечательно с процессом преображения или незамечательно справляются другие, и забыть. Нет, я предлагаю вам также с интересом переносить и на себя, то есть смотреть, а как для меня это будет работать, а как для меня будут выглядеть ответы на эти вопросы. И, конечно же, генеральная задача вообще в работе с образом и со стилем, потому что образ – это что-то более конкретное, вот оно здесь сейчас, стиль – это более масштабная красная нить, которая проходит через все образы. Так вот, генеральная задача – перейти от неуверенных экспериментов, то есть от просто таких на ощупь попыток шагнуть, не зная, там твердая почва, нет, от понимания, точнее к знаниям, пониманию и к успешному преображению. Вот такая наша глобальная генеральная задача, мы к ней будем двигаться и сегодня, и на следующем уроке стиля. Ну, давайте приступим. В прошлый раз, в данном случае, когда мы встречались на гардероботерапии и мое выступление было посвящено фактуре внешности, мы с вами обсуждаем то, насколько разной является женственность. Ну, давайте в качестве разминки, у нас есть цифра 1, 2, 3, 4, попробуйте найти либо ассоциативное слово, либо, может быть, прилагательное, которое бы описала каждую из этих актрис. Слева направо, 1, 2, 3, 4, сильно не напрягайтесь, то есть то, что вам приходит, скажем так, само, первое, что возникает, может быть, это ощущение, может быть, это будет образ какой-то, может быть, это будет качество, качество характера, качество внешности. И по цифрами, девчонки, пишите, первое, если даже вы хотите одно, написать комментарий к одной из женщин, то поставьте обязательно ее, ну, как сказать, цифру, под которой она находится, и комментарий. Давайте пару минут уделим практике, вот, чтобы нам немножко размяться, и мне почувствовать, насколько вы уже настроены на работу практическую. Так, вот, Лилия пишет, роскошь, мальчишество, элегантность, строгость. Угу, достаточно разные, да, у нас с вами получились характеристики женственности, даже несмотря на то, что все эти женщины по-своему прекрасны. Вот еще комментарий интересный, Елена Никитина. Королева, мышка, принцесса, леди офис. Смотрите, как богат язык оказывается, да, то есть, как много ассоциаций у нас. Оксана Данила, величественная, неуверенная, нежная, строгая. Венера, манка, мальчиша, ну, мальчиш такой, да, может быть, женственная, опасная. Елена, роскошная, юношество, нежность, страсть. Угу, любовь. А у меня картинки не видно, хорошо. Сейчас я подвигаю картинку, бывает такое, когда какие-то там проблемы с, ну, скажем, с интернетом. Вот сейчас, любовь, напишите, видно, нет? Так, Настя, роскошная, хрупкость, кроткость и элегантность, сила и загадочность. Угу, Татьяна, роскошная, ребенок. Так, смотрите, как у нас роскошная, просто тут, понятно, еще и образ, образ, в котором актриса находится. То есть здесь она не в домашнем халатике, это тоже играет роль. Третья, значит, милая, женственная и простота. Угу, отлично, хорошо, картинка есть. Первая шикарная, вторая подросток, третья леди, холодная королева, четвертая. Ну что ж, мы с вами хорошо размялись, и сегодняшняя работа в этом ключе будет идти хорошо, я думаю. Потому что помимо профессиональной типологии, которой мы на курсе занимаемся, которая требует внимательного рассмотрения по всем элементам, так сказать, роста фигуры, черт лица, я напомню, что мы работаем не по типологии Киби, а по новейшей типологии, которая включает множество типажей. Так вот, помимо взгляда вот такого, знаете, серьезного, профессионального, когда можно и нужно сидеть и расписывать все по таблице и считать, смотреть, есть, конечно, взгляд вот такой образный, который дополняет и чаще всего даже проверяет то, насколько точно мы высчитали типаж, если мы его типируем. Так вот, мы сегодня с вами посмотрим, как это работает. И давайте начнем с Екатерины Маликов. Мы в прошлый раз уделили ей определенное внимание, но там задача была, в принципе, прочувствовать, насколько разные женщины. А теперь мы на этих женщинах и на некоторых других, то есть я взяла и свежие лица в эту презентацию, чтобы было интереснее даже тем, кто был на том занятии. Так вот, мы уделим конкретно внимание им. И давайте попробуем. Вот вы сейчас с прилагательными поработали. Поработали прекрасно. Давайте попробуем с вами найти для Екатерины какую-то отчетливую ассоциацию, которая будет отражать по максимуму и внешность, и какой-то внутренний посыл, который идет. Ассоциация может быть как связана с живой природой, так связана с предметом. То есть, ну, в общем-то, что вам подсказывает ваша образная память. И чем точнее будет ассоциация, конечно же, тем лучше. Идеальный вариант, когда ассоциация несет в себе как, подчеркиваю, не внешних характеристик, мы видим, что мы видим у Екатерины. Мы видим точенные черты лица. Мы видим вот такую скульптурность определенную внешности. Так и не только внешний, но и внутренний определенный какой-то посыл. Иногда это холод и дистанция от человека. Иногда это, наоборот, что-то мягкости, теплота и так далее. Вот попробуйте не в прилагательных, что у нас уже прекрасно получается, а найти какой-то предмет. Может быть, это явление, что-то еще. Удохотворенность и утонченность – это, ну, как сказать, качество. Давайте теперь найдем нечто более, так сказать, образы «хозяйка Малахитовой горы». Хорошо, это человек. А вот теперь давайте от человека, в принципе, это конкретный даже образ женский, мы перейдем к поиску ассоциации, которая бы по максимуму передавала… Вот, кстати, Рос, от «хозяйки Малахитовой горы» ведь там можно и дальше мысли развивать. Почему именно она у тебя ассоциировалась? Так, «пантера», интересно. В принципе, «пантера» неплохо, но если мы вспомним пластику «пантеры» и ее линии, то они очень камень, гора. Так, смотрите, девчонки уловили, как сказать, особенность пластики внешности, то есть здесь и то, как у нас фактура лица работает и как она, так сказать, в движении будет смотреться, так, гора, лань. Возможно. Я, кстати, не говорю о том, что здесь должна быть одна правильная ассоциация, вот мы сидим и угадываем. Нет, мы, каждая из нас по-своему, правы. Вопрос только в том, какая ассоциация будет нести себе максимум соответствия человеку. Ну что ж, я с вами поделюсь своей версией, одной из, скажем, многих. И я, прежде чем Екатерину взять в презентацию, я, конечно же, в фильмах я люблю выискивать героинь для обсуждения. Именно либо в фильмах, либо в каких-то возможностях посмотреть человека как можно больше, как он живет, как он дышит, как он двигается, как выглядит его лицо в разном освещении, в разных прическах и так далее. И вот у меня, я искала картинку, может быть, она не самая идеальная, но я искала такой кристалл, я искала какой-то вот, тоже в каком-то смысле камень, но вот граненую такую форму. Ну, в данном случае музыка в камне. Да, ну вот музыка в камне – это образ. А как ее увидеть? Нам нужно так, чтобы мы могли это как можно конкретнее потрогать глазами, чтобы это можно было четко представить, а не вариант представления. Но мысль, конечно, интересная. И музыка, и камень. Смотрите, что общего есть у Екатерины и вот этого, как будет правильнее сказать, обработанного кристалла, граненого вот этого, граненой поверхности кристалла. Давайте попробуем теперь подумать, как мы это можем. Горный хрусталь, да. Вот, кстати, наверное, даже еще точнее, чем слово «кристалл». Горный хрусталь будет максимально вот эту угловатость, холод. Вот, видите, как у нас есть. То есть, вот есть и внутренняя ассоциация, и внутренняя ассоциация, то есть, определенная дистанция, которую транслирует она, потому что та царственность, которая проявляется, она, безусловно, отодвигает, как сказать, остальных. Естественным образом это происходит. Линии черты лица угольные, строгие, в то же время некоторая мягкость, но вот да, только со словом «некоторая» я готова это принять. Холод, возможно, из-за черно-белого фото. Черно-белое фото здесь ни при чем, потому что холод, я имею в виду, в данном случае даже не цветовую гамму, а определенная эмоция, которая транслируется лицом и которая проявляется, ну, скажем так, в большинстве ролей, особенно когда нет необходимости что-то не свое играть. Ну, мы сейчас еще поговорим и о не своих тоже ролях. Порода, совершенно верно, тоже соглашусь, да, потому что камень – это тоже порода. Здорово, вот какая у нас образная здесь такая мысль глубочайшая получилась. В руде определенной породы только его находит. Девчонки, звук у всех нормальный? Напишите, пожалуйста, хотя бы вот у большинства, потому что мне сегодня сложно что-либо регулировать. Если, допустим, у всех более-менее нормальное, мы тогда продолжим. Если есть сложности, я тогда буду этим вопросом заниматься. Напишите. Чуть пропадает. Надо что-то менять или работаем дальше? Потому что я не специалист, и я боюсь, что это надолго, если я пойду чинить. Ага, так всегда. Ну, ладно, тогда это больше даже вопрос, может быть, к интернету. Хорошо, поехали. Дальше. И давайте посмотрим. Если образы несут, мы уже даже из кристалла достали определенные характеристики линии, да, характеристики формы, заметили, насколько они согласованы с чертами лица. То есть, уже здесь у нас уже выстроилась определенная концепция того, как мы можем реализовать ее в стиле, в образе. Причем это не обязательно один конкретный образ. Это может быть целый ряд образов, которые будут в себе как элементы иметь эти особенности. Этот характер линий. Достаточно такую фактуру, позволяющую иметь четкий силуэт или силуэт вот как бы несколько там надломленный, то есть не смягченный, не драпирующийся, а достаточно жесткий. Ну, конечно. Оксана, так сказать, своего узнала легко. И здесь нам повезло увидеть достаточно отчетливый типаж. Есть еще ситуации более сложные, когда у нас замешивается в фактуре внешности много всего. Там начинается самое замечательное. Родное, да. Значит, что касается продолжения определенной графичности и в одежде, и в линиях выреза, и в особенностях подчеркивания в макияже, то есть в нем не мягкость, скругленность и такая акварельность, а наоборот необходимость проработать скульптурность лица, добавить вот эту четкость линии, то есть прочертить ее графикой. И это работает. Мы четче видим то, что дано, и сквозь это еще и просвечивает тот самый природный типаж и характер. Ну, вот примеры вам, так сказать, те, которые мне удалось найти, как сказать, гармоничные тому, что мы с вами определили в виде ассоциации. Но ведь многие из нас не раз задавались вопросом, да? Ну, а вот это понятно. Мне вот рекомендовали вот это, или мой типаж такой. А можно я вот чего-нибудь другое попробую из себя, так сказать, создать или изобразить? Вот как вы считаете, пока я вам не показала мою версию, как вы считаете, если мы захотим, допустим, предложить Екатерине не что-то такое для нее типичное и правильное с точки зрения ее фактуры, а что-то совершенно иное, противоположное, что в этом случае будет? Кто-нибудь задавался таким вопросом? Можно ли это делать? Ну, можно, так сказать, это нельзя, это понятно, что только дети у родителей спрашивают. Ну, мы так, порассуждаем. Конечно, все можно, никто нам никогда не запретит экспериментировать со своими образами, как мы хотим. Так, диссонанс лучше не надо, природа важнее. Пробовать можно, но будет ли это выглядеть гармонично? Не стоит. Можно, но не стоит. Ну да, то есть мы, эффект, как на корове седло. Ну, жестко, но правдиво. Давайте смотреть. Вот здесь есть роза, и здесь есть красивая женщина, но красивая по-своему. Итак, наверное, стоит искать золотую середину, иначе будет по Станиславскому не верю. Конечно, конечно. Так, невкусно будет. Вон, смотрите, как у нас красиво выражаетесь. Итак, слева у нас роза, справа у нас Екатерина. Конечно, есть в любой женщине своя красота, и мы не можем сказать, что это она красива, это некрасиво. Вопрос в другом. Правильно ли мы сможем выразить эту красоту? И вот с красотой розы у нее мало общего. То есть, скорее, другая роза, либо, может быть, даже не роза вовсе. Но если кто-то, да, гармонии нет, если кто-то захочет, да, просто привнести внешний антураж, угольная роза, надо подумать, скорее всего, и поискать. Скорее всего, есть такой цветок более острый. Бубен в руки, да. Но будет что-то... Это будет своеобразное. Тугой, закрытый бутон. Вот, Настя, вот, да. То есть, это что-то такое. И там, может быть, акцент будет на шипы и какие-то очень маленькие, такие остренькие листики. То есть, что-то должно быть именно такое. Согласна. Вот, посмотрим. Смотрите, что здесь делали. Из фильма какой-то кадр, когда захотелось очень, может быть, стилистом, может быть, режиссером, ну, каким-то доброжелателем создать, вот, сделать ее такой мягкой, белой, пушистой, замечательной. Стала ли она действительно мягкой? Верится ли этому образу? Появилась ли теплота в глазах? Стали ли черты лица нежными? Давайте, поделитесь впечатлениями. Волк в овечьей шкуре. Оксана у нас. В общем, по классикам мы пошли. Кристалл потек. Еще более грубое. Вот, вот в этом и опасность. Потому что в данном случае действительно возникает эффект, как сказать, да, переодетого мужчины. Грусть, тоска и чужая маска. Вот вам ответ. Понимаете? То есть, мы можем версии строить сколько угодно. Нужно что-то другое пробовать, не нужно. Станис Ласки бы не поверил. Да, ушла утонченность. Вот смотрите, да. То есть, мы, казалось бы, хотели сделать как лучше. Ну, в данном случае, те, кто делал, хотели сделать такую женственную-женственную. Но женственность разная. И ее женственность другая. Таким образом, мы и себя потеряли, и не обрели чего-то другого. Да, тут сложно, так сказать, спорить. Все очевидно. Но давайте поговорим о совершенно другой женщине. Здесь другая природная фактура. Здесь транслируется совершенно другая эмоция, совершенно другое состояние. Но важно даже не то, что это транслируется вот из сердца. А важно, что даже в чертах лица эта музыка сердца застыл. То есть, скульптура нашего тела – это застывшая музыка нашей души. То есть, получается так, что и качество, и характер, и все, что мы даже изначально несем в себе, не только то, что мы, а скорее даже в первую очередь то, как мы создавались изначально, это выражено и во внутренних качествах, и, конечно же, во внешних линиях и чертах лица. Ну, давайте с вами подумаем, а здесь мы можем предложить для Ольги как образ цветка. Вот не будем даже пока искать далеко новые образы, хотя здесь множество образов может быть, и все они будут нести мягкость, нести вот такую нежность определенную, как сказать, вот такую, как сказать, нежность прикосновения, расслабленность, любовь. Ну, давайте посмотрим. Вот я искала цветы, те, которые будут иметь достаточно мягкие лепестки, в которых будет играть полутонами оттенок и нежный аромат. То есть, действительно, и цветок-то может быть разный, согласитесь, да? И в этом случае мы действительно видим, что есть резонанс, есть взаимодействие, и черты лица в себе несут вот эту мягкость. И такое ощущение, что это может быть единой картиной, да? То есть, это может быть одно продолжением другого, или это может быть частью вообще проявления одного и того же, только здесь в виде цветка, здесь в виде человека. То есть, вот такая ассоциация, и вот человек, который эту ассоциацию в себе может транслировать и реализовывать в образе. И это не только форма, ну, как сказать, линии в одежде, это могут быть и принты, это могут быть любые детали образа. То есть, здесь, если мы правильно нашли ту внутреннюю идею, тот архетип, тот типаж, который реализуется в этом человеке, причем здесь, понимаете, как здесь гораздо важнее не что-то новое внести, а увидеть ту гармонию, которая была заложена изначально. То есть, творчество возникает, скорее, уже в процессе того, как мы ее начинаем реализовывать. Но вот увидеть по возможности нужно именно то, что было. То есть, здесь важна точность в понимании идеи, которую человек в себе несет. И сейчас посмотрим примеры. Да, конечно, вот здесь женственность такая мягкая. И смотрите, я и там говорила, да, что разная женственность. То есть, у нас Екатерина женственна, но по-своему. И здесь женственность. Здесь женственность мягкая, нежная. Каждому романтику свой цветок, каждому человеку свой цветок. Елена, то есть, здесь даже можно уже в ассоциациях можно учитывать еще больше индивидуальности. Это не просто типаж, в который могут энное количество людей попасть. Это еще и конкретно уже адресное, так сказать, послание. То есть, кому-то там, я не знаю, кувшинка, да, где-то тюльпан и так далее, где-то лилия. То есть, вот весь мир цветов как минимум, а дальше, в общем-то, весь предметный, живой мир растений вам в помощь. И посмотрите здесь, как принт правильно работает, как линия украшения, как прическа здесь работает. Насколько мягкий, акварельный, слегка переливающийся макияж. Вот это образы, которые мне у нее понравились, потому что у нее есть очень разные. Здесь тоже есть больше энергии азарства, но даже здесь мы видим и в принте, и в прическе, и в платьях есть вот эта мягкость, вот эта вот, как сказать, переливчатость такая интересная. Вот здесь черно-белая, казалось бы, да, фотография, но, несмотря на это, от нее все равно веет эмоции совершенно иной, чем та эмоция, которую мы видели на черно-белой фотографии с Екатериной. То есть здесь, несмотря на черно-белое, есть трансляция, безусловно, такого тепла, принятия, такого радушия определенного, эмоции, такое расслабление, мягкости. Да, и вот видите, как легко тут, на языке прям все эти прилагательные. Я думаю, любую из вас спроси, вы, огромный список всего. Она сама как кружева, да. И здесь, смотрите, как тонко уловили ее внутреннюю идею и реализовали через одежду, через форму, через линию. Тот же вопрос, который мы задавали про Екатерину, здесь уже он не требует дополнительного ответа. Мы уже знаем и помним, да, что у нас происходит, если мы пытаемся проявлять, ну, как сказать, пытаться быть кем-то другим, кем мы не являемся. Давайте посмотрим. Если мы попробуем сравнить вот кристалл, да, можно, но, конечно, конечно, никто никому не запретит. Мы все за творчество, за, как сказать, эксперименты, но лучше пусть они будут очень продуманными и грамотными. Посмотрите, есть ли что-то общее. Вот здесь фотография, лицо, линии лица, можете эмоцию посмотреть. И образ, который мы предлагали Екатерине, вот этот вот горный хрусталь. То есть, очевидно, да, я думаю, что здесь особо доказательств не требуется. Видно, что это, знаете, как другая природа совершенно, что этот человек имеет другую природу, и здесь нет ничего общего. Но так как наши звезды все равно любят экспериментировать, кто их одевает, когда их одевает, по-разному, но даже у них можно найти тоже попытку побыть не тем, кто ты есть. И как только мы вот что-то подобное видим, мы теперь легко можем понять, как можно разрушить, ну, хотя бы вот внешние ощущения целостности, цельности. Мариночка, присоединяйся. Мы тоже еще только, так сказать, разворачиваемся, еще будет много интересного. И вот мы видим, да, как эти самые углы у нас совершенно не по делу используются. И что они делают? Они вот эту нежность, трепетность цветка, да, обрамляют, и нам не очень уютно, да. Кто-то, да, действительно, клоунское какое-то ощущение, несуразности. Ну, в общем, можно тут по-разному называть, но понятно, что не свое. Еще пример, когда достаточно жесткий такой, жесткий силуэт, драматический, где очень четко прорисована вот эта геометрия, в образе которой, как в лице нам не нужна, как в украшениях нам не нужна, так и, в общем-то, ни в чем нам не нужна. И что происходит в этом случае? Платье или это костюм, здесь не вижу, может быть, даже костюм, начинает жить отдельно своей жизнью. То есть мы теряем образ, теряется его целостность, наоборот, образ распадается на несколько составляющих, и получается, что у нас такая, знаете, такой пэтчворк, или как это, правильно я назвала, вот это одеяло, сшитое из лоскутов, да, то есть здесь одно, здесь другое, здесь третье, и не становятся они, к сожалению, красочным, вот таким вот единым целым. Хорошие примеры. А теперь давайте посложнее возьмем для себя задачу. Мы сейчас с вами смотрели достаточно редко встречающиеся, во-первых, чистые типажи, в которых типаж, что называется, знаете, как на поверхности лежит. То есть вот мы видим, мы смотрим на Ольгу, и она вся милая, она вся очень нежная, милая, если только там что-то не принесено макияжем или одеждой, да, если мы смотрим на Екатерину, она вся точеная, достаточно жесткая, даже несмотря на то, что она женщина. То есть в ней это очень цельно, и видно, что это не замешано ни с чем, такая чистая порода, чистая порода романтика, чистая порода драматика, но в реальной нашей жизни мы встречаемся гораздо больше с типажами, точнее с людьми, которые в себе несут несколько типажей. У всех по-разному. И вот здесь, во-первых, с одной стороны намного сложнее, потому что действительно нужен специалист, который бы посмотрел бы на все это со стороны и помог бы разобраться, а с другой стороны становится намного интересней, потому что диапазон образов расширяется, и у нас, знаете как, расширяется репертуар ролей, которые мы можем великолепно сыграть и быть в них настоящими, неподдельными и так далее. Вот давайте сейчас с вами посмотрим, попытаемся уловить. Посмотрим. Я постаралась начать именно со старых фотографий Аллы. Конечно, это, я считаю, целая эпоха, это даже не один человек, это нечто большее. И здесь задача у нас стоит не столько оценить, поставить оценки правильно, неправильно, сколько научиться пользоваться вот этим видением и посмотреть, как это работает. Вот непредсказуемое. Хорошо, давайте бросайте ассоциации, да, ваши в чат. Я вам немножко полистаю разные ее проявления. Калейдоскоп, да, то есть, вот действительно, она переливается вот разными гранями, но давайте хотя бы обозначим какие-то отдельные, может быть, грани, которые вам встретятся, и вы вдруг узнаете, что вот она, вот эта героиня, и вот эта героиня, и вот эта. Что же там переливается в калейдоскопе? Я буду вот так вот перелистывать. Смелая, да, тут сложно быть несмелой, конечно. Кто еще что видит? Поделитесь. Но стоит спросить, а такая же ли она милая, как Ольга наша? Или это нечто другое? Бунтарь, хозяйка жизни, твердость характера, твердость, ага, органичность в каждом образе, может, классик. Такое лицо, порывистое, откровенное, прямоугольное, в ней есть твердость, ураган. Ну, значит, вообще сложно с таким человеком разбираться, понятно, что там много всего. Екатерина Вторая, вот, смотрите, как интересно. Уже, вот сейчас еще чуть-чуть, и вы все разложите, как и должно быть. Ну, давайте, полистаю. И озвучу вам два достаточно сильных архетипа, от которых очень много производных в ней есть. Это моя версия. Я имею право на свое видение. И я просто нашла две картинки такие, думаю, как бы передать так, чтобы это было, никакую другую королеву туда не ставить. И в то же время здесь есть множество, этот диапазон, чтобы вы понимали. Это уже не просто две какие-то части или два типажа, или две роли. Это крайние точки проявления. Понятно вам, о чем я говорю? Потому что мы сейчас еще чуть подробнее коснемся. Это царственность и, конечно же, то, что вы сказали. Это сила, это умение быть хозяйкой жизни, это смелость, это умение вести за собой, это умение создавать что-то новое, это умение принимать решения, и сила характера в умении восстанавливаться. Да, все правильно. Ирина уже, так сказать, в сути смотрит. И есть, естественно, определенная доля игривости, озорства, шкодливости, я бы даже сказала, хулиганской шкодливости. То есть всего-всего-всего того, что не дало бы такой царице в полном смысле этого слова усидеть на троне. То есть это не та царица, которая только символизирует собой власть, и в каком-то таком состоянии медитации правит, и дистанция от других. Нет, это нечто, как сказать, такая живая помесь и того, и другого, и, соответственно, идет по жизни смеясь, да, соответственно, через забор ног за Дерещенко, да, 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 да. Вот, смотрите. Значит, давайте с вами, так, что у меня... А, давайте с вами попробуем еще раз углубить этот... Еще глубже зайти. Вот мы увидели две такие крайние точки. Кто-то увидел больше одно. Вот Оксана драматизма не увидела. Сейчас мы еще дойдем до этого. Чистого драматика там нет, совершенно верно. Но когда у нас в человеке проявляется и то, и другое, он не может быть только... Ему сложно будет в чистом виде проявлять то и то, он скорее весь диапазон смешивания этих качеств охватит. Сейчас я объясню, о чем идет речь, но для начала задание выполните. Попробуйте... Вы уже начали это делать. Попробуйте перечислить вот весь диапазон прилагательных, которые включают возможные образы. Вот сейчас уже вы начали и озорство, и хулиганство. Что еще? Если у кого-то есть прямо на языке, самоуверенность, независимость, орликина. Да, вот здесь вот в этих... Больше драматизма вот в этих фотографиях, которые перед вами сейчас. Здесь по-разному. Здесь и то, и то есть. Стойкая золотая царица, воля, страстность. Вот давайте я вас познакомлю с тем, что характерность, конечно, с тем, что вот мне, допустим, так вспомнилось, дайте, сильно не углубляясь. Это дерзкая, ипотажная, творческая, хулиганистая, противоречивая, драматичная, причем именно драматичная, то есть это такая нарочитость, игра где-то дополнительная, где-то провокация, остроумная, эффектная, провокационная, дерзкая. Ну вот видите как. То есть у нас появился целый диапазон настроений, состояния определенных, которые можно реализовывать в образе или в образах даже. И это у нас как бы внутренняя составляющая прописалась, мы ее прочувствовали, увидели. Но на самом деле, как только вы правильно разобрались в этом аспекте, или если вы правильно протипировали и перепроверили, прочувствовали, что да, так и есть, то нам гораздо проще будет теперь понять и посмотреть на образы, и посмотреть, какие действительно, насколько реализуют то, что мы здесь почувствовали и нашли. У Аллы есть, конечно, какие-то излюбленные клише, есть новые, и очень здорово, что она периодически выдает такие, так сказать, обновления. Вот в этом ее огромное достоинство, и именно благодаря этому качеству она не перестает привлекать внимание, потому что она умеет обновляться и быть совершенно иной, рушить определенные шаблоны и создавать новое. Да, конечно, первое, что нам, ну не знаю, давайте посмотрим. Первое, что мы знаем, это балахон. Естественно, у нас это такой был очень затертый, устойчивый образ, он, ну, даже я помню наши родители, экстравагантности, конечно же, то есть вообще, если мы коснемся с вами немножко и психологии, и способа, ну, скажем так, подачи тела в одежде, это непрофессиональный подход, когда просто тело закрывается, когда чаще всего есть ощущение неидеальности тела. А я не думала, что это. Вот, да, 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 то есть есть попытка просто накрыть, скрыть, но это же демонстрирует тоже определенную, так сказать, ну вот, где-то сомнение, да, в своей красоте, где-то неумение выразить правильно. То есть ощущения интриги надолго не хватит, согласитесь, да, то есть было дело, уж сильно поднадоело. И я тоже не считаю этот вариант для Аллы удачным, хотя это была целая эпоха. Хорошо, зато на его фоне у нас есть что-то другое, что мы можем посмотреть. Балахон использует для большей выразительности жеста. Это понятно. И может быть даже, Елен, когда пройдет время, эта одежда будет вообще надолго ассоциирована с Аллой на сцене. То есть вряд ли кто-то решится в ближайшее время занять это место, конкурировать именно в использовании этой одежды. То есть она надолго за собой застолбила. Значит, элегантный стенд, как будто город целлюлита скрывает. Да, баба-начальники, совершенно верно. Но давайте смотреть дальше. Мы не можем не отметить этот момент. Конечно, Балахоны у нее последнее, так сказать, время, они у нее эволюционеры. Но на самом деле, если мы будем говорить о ее типаже, гомендраматик, то это совершенно в корне не ее. В чем же здесь не ее? Кто мне подскажет? Ну, ощущения вы свои передали. Во-первых, образ весь плывет. Если мы помним определенную долю точенности в ее лице, а это достаточно острый носик, да, и лицо само, ну, скажем так, да, здесь может быть полноватость определенная есть, но все равно в нем есть черты, которые при правильном проявлении одежды включаются как эффект такой вот царской точенности. Да, это ее бренд, это узнаваемость. Все правильно, но она же эволюционирует, поэтому мы с ней вместе это понаблюдаем. Поэтому вот эта одежда, если говорить, не ее, и воздушность, совершенно верно, Милен, не ее, потому что здесь просто такое облако у нас получается, не выражающее и ткань не ее. Прием из древнегреческого театра. Это хорошо. Добро пожаловать в сегодняшний мир, посмотрев, что мы еще можем предложить. Есть еще один образ, который тоже, ну, скажем так, критиками не оставляется без внимания, потому что получается, что чем старше мы становимся, тем больше нам, так сказать, мы начинаем вспоминать, как здорово было, да, да, как здорово было в детстве. И если у чистого гамина или у гамина романтика подобный образ бы, легко бы, что называется, проканал, то здесь он становится, как сказать, таким, как, несколько, ну, понятно, что театральным в любом случае где-то пародийным. Опасные моменты разбираем, да, но сцена, она, в общем-то, не без обсуждения, не без критики, так что говорим, как есть. Поэтому, но, смотрите, какой момент. У нас, так или иначе, оказывается, есть достаточно стройные ноги, я не говорю о том, что это значит, сразу мы их открываем полностью, и я представила себя в таком платье, плачу, так, это что, как это расшифровать, плачешь от счастья или плачешь от горя. Так, завис слайд, давайте я пролистаю, образ 2 у меня слайд, проверьте, пожалуйста. Вот, то есть, это такой вот у нас вариант, скажем, который был бы позволителен чистому гамину, гамину романтики. Это как в идеале. Ну да, мы здесь не с критикой, мы смотрим, насколько реализован, вот здесь, с точки зрения качеств, давайте посмотрим, да, если в первом случае у нас ни дерзость, ни эпатажность, ни творчество, ни хулиганистость, не могли быть выражены, ну, давайте на те же балахоны посмотрим, да, то есть, это как-то все бурлило и скрывалось внутри. Да, ну и репертуар потерял лиричность, совершенно верно, все как бы в ногу идет одно с другим. Здесь есть такая попытка, я бы не сказала, что она максимально удачная, но такой вектор объявился. Давайте к третьему образу перейдем. Совершенно для меня было тоже интересным открытием. Не очень, скажем так, много в этом образе она есть, но вот здесь она меня удивила и даже, я вам скажу, порадовала, потому что вот здесь, наконец, балансируется вопрос фигуры, открывается то, что хочется открыть. И вот для меня это, да, как сказать, вот еще будет четвертый образ, но для меня вот это даже самым заводным показалось, потому что это передает дерзость, эпатажность, творчество, динамику, хулиганистость, провокационность, авантюрность, то есть то, что все равно в ней всегда будет, даже независимо от возраста, то есть передает тот характер, который кипит, бурлит, и там совершенно все равно, сколько лет и так далее. Вот такой образ, там и гранжевый, и рокерский вперемешку, свобода и вызов, да, бунтарка, соглашусь. И не хочет признавать свой образ, да, вот так вот, я вот, вот когда я это нашла, у меня такое, знаете, такое ощущение было, приятно, приятно порадовалось, думаю, есть, знаю, сейчас работают с ней стилисты, там какие-то молодые, новые, то есть по-видимому, вот вносит свое видение, вносит, и главное, что она на это правильно ведется, то есть здесь мы уже видим и фигуру, наиболее правильно обыгранную, то есть не попытку либо полностью закрыться, либо обнажиться, так сказать, до лишнего, здесь есть определенный баланс, направление хорошее, но требует проработки, старается прожить несколько жизнеобразов, конечно, конечно, и может быть, понимаете, как не будь балахона, мы бы так не воспринимали эти образы иначе, то есть еще образы имеют свойство и на контрасте друг к другу играть, и еще один, я не говорю, что это последний, но вот один, который я вам приведу сегодня в пример, образ, ну, конечно, в чистом виде царственности ей редко удается, иногда в клипах я это вижу, проглядывает, иногда в каких-то, может быть, вот, прям в небольших проявлениях, когда в какой-то роли, проживании какой-то песни, вот это есть, но всегда вот этот чертенок периодически, так сказать, где-то там влазит, то есть все-таки это не чистый драматик, все правильно Оксана сказала, то есть драматика такая выдержанная, сильная, жесткая, в ней этого нет, потому что есть еще вот это, так сказать, шкодливое начало, которое тоже не дает покоя, которое всегда будет стремиться, выразиться и проявить это все, но все-таки мы вот в этих образах уже видим максимум вот проявления этой составляющей, вот такая у нас интересная аула, с гладкими волосами, а что происходит с гладкими волосами, смотрите как, черты лица, те угольные и достаточно длинные, есть и нос, кстати, не короче, чем у Арбака, это просто в силу, как бы формы лица немножко, и стройности немножко по-разному смотрятся, практически очень близкие, близкие по форму нос и так далее, становится подчеркнуто точенным, так что вот вам для примера анализируйте, смотрите. Пару слов для тех, кто не знает, потому что у нас здесь есть не только студенты, но и те, кто к нам зашел в гости на урок, если вас будет интересовать профессиональная оценка своего архетипа, те диапазоны образов, которые вас может максимально проявить, то это делается в различных вариантах. Во-первых, это... Мы еще не закончили, так что не думайте, что я все сейчас рекламу и побежали. Нет, сейчас кое-что интересное для вас приготовила. Это первый способ. Для тех, кто где-то рядом с нашим нынешним положением, с Оренбургом, это живой мастер-класс, твоя индивидуальность, твой стиль. Этот живой мастер-класс позволяет в первый день определить свой стилевой типаж и на второй день реализовать его уже в первой фотосессии, то есть получить лукбук свой, изучить все свои индивидуальные моменты и начать вживаться в свои роли, уже открыть их для себя, получить... Что значит? Познакомиться со своими стилевыми сценариями. То есть это мастер-класс. И второй вариант. Подробности почитайте по ссылке, которую я вам отправила. И второй вариант – это индивидуальная работа. В ней есть свои плюсы. Там больше непосредственно один на один работы. Она есть и в формате... В формате онлайновского, она есть и в формате живом. Живом, то есть тоже оставляю вам ссылки для тех, кому это интересно. Интересно, изучайте. Смотрите, а мы с вами двигаемся дальше. Итак, мне бы хотелось знать, есть ли у вас примеры и ориентиры, вот люди, которые вдохновляют с точки зрения стиля, с точки зрения создания образа. Есть ли такие люди для вас на сегодняшний день? Может быть, это люди из настоящего, может быть, это люди из прошлого. Поделитесь, пожалуйста. А я с вами поделюсь моим самым свежим вдохновением. Одри, Хёбберн, Шанель. У каждого может быть своя муза. То есть здесь как раз-таки, чем точнее вы найдете свою музу, которая созвучна вам и по внутренним проявлениям, и по внешней характеристике, по определенной, и, может быть, по пластике, и, может быть, по фактуре, тем проще вам будет у нее учиться. Хатченко, так, Хромченко, Катя. Да, Гершу не нравится в последнее время. Ну что ж, спасибо. Я вас хочу познакомить с, ну, скажем так, не то чтобы с моей музой, с актрисой, которая в своих, вот, Мирослава, Ольги, в своих ролях, особенно я обращу ваше внимание, вот, на сериал «Элементарно», если кто-то смотрит, поставьте плюсик. Почему? Потому что я наблюдаю уже, так сказать, не первый сезон, как не только роль грамотно играется и интересно, но и образ становится просто, так сказать, прекрасным. Знаете, как каждый день, вот снимается каждый день, и я вижу, что каждый день это новый образ, и это включение внимания, это, так сказать, демонстрация определенного образа. Сейчас мы дойдем до примеров. Но перед тем, как непосредственно к фильму «Элементарно» перейти, просто покажу, почему Люси Илью мне нравится. Я практически не нашла у нее образов, которые бы, знаете как, явно внесли в себе ошибки. То есть, где грубо был бы нарушен цвет. Ну, что-то буквально пару образов, которые, знаете, и то как-то вот спорные, не сказать, что плохо. И, прошу прощения, тут у меня немножко сейчас будет фон. Вот посмотрите, для съемок, для студийных, для журналов, везде она очень хорошо чувствует свою природную фактуру. Она прекрасно чувствует свои линии лица. Все выверено. Цвет, линия, форма. И я вот этим наслаждаюсь, потому что в своей роли, вот, может быть, еще где-то можно посмотреть в этих фильмах, которые она снималась. Ну, вот, это из свежих моих впечатлений. Где-то, если кто-то увидит подобный фильм, то тоже обязательно делитесь. Это очень интересно, очень полезно будет для всех. Но я, как сказать, мне сложно где-то ее вот упрекнуть, потому что очень часто она совершенно по-разному, но очень эффектно выражает свою индивидуальность. Ну, вот, кадры из фильма, причем, обратите внимание, это уже не студийная съемка, это кадры, поэтому здесь более городская стилистика. И если говорить об архетипе ее, то ее архетип тоже объединяет в себе и драматическое начало, и такое достаточно, как сказать, юное, подростковое. И в каждом из кадров можно найти, как по-разному она ими играет. В каждом случае образ очень четко, элементы образа внутри согласованы. Очень интересно смотреть, как она и с цветом работает, с принтами очень хорошо работает, как аксессуары четко подобраны. То есть, либо какой-то стилист поддерживает ее постоянно, либо она сама обладает великолепным вкусом. Все может быть. Не знаю вот таких подробностей, но наслаждаюсь. Причем, обратите внимание, девушки, они вообще этой парочкой, я так понимаю, неплохо занимаются, потому что и здесь парный имидж очень интересно проработан. Посмотрите, ничего случайного даже в сочетании оттенков одежды внутри пары. Это тоже очень здорово. Сейчас я вам еще пролистаю. Это то, что я нашла в интернете. На самом деле, когда фильм смотришь, хоть со стоп-кадрами вот так делай, это лишь маленькая вот толика того, что там есть. в чем она достаточно разная. Где-то более такая, скажем так, молодежно-спортивная, где-то более экстравагантная, где-то более юная. То есть, она тоже очень легко играет теми гранями, которые ей даны. Не просто в каком-то застревает одном образе и все, вот ни туда, ни сюда, а именно пользуется своими возможностями и максимум проявляет то, что у нее есть. Поэтому с удовольствием смотрю. Посмотрите, как здесь тоже имидж пары проработан, посмотрите здесь. То есть, несмотря на то, что люблю фильмы смотреть и периодически вот даже фоном работы идет, идет какой-то фильмец, я так на него одним глазком поглядываю, но не часто появляются такие героини, которые, вы знаете, заставляют обращать внимание на то, что в каждом новом фильме, внутри сериала, в каждой новой серии вдруг я вижу совершенно какие-то новые образы, оживляющие, где-то удивляющие, где-то успокаивающие, где-то возбуждающие, совершенно в разных гранях играющие. Вот, пожалуйста, одна из тех героинь, которые на сегодняшний день меня вдохновляет, фильм продолжает сниматься, сейчас выходит, по-моему, шестой сезон, то есть, девчонки, я буду рада, если вам эта идея и эта актриса кому-то будет созвучена, и вы сможете взять для себя на заметку. Так что это реально, это реально быть элегантной каждый день, снимаешься ты в кино или просто живешь обычную жизнь, потому что там как раз иллюстрируется обычная жизнь, и в общем-то детектив не обязан выглядеть каждый день хорошо, согласитесь, но так как она женщина, детектив, здесь уже начинается самое интересное. Ну да, девчонки, сделала крутую рекламу фильмы, хотя я на них не работаю, но в любом случае у вас будет возможность оценить самостоятельно. Ну что ж, у меня вот на сегодня из подготовленной программы все. Я готова ответить на ваши вопросы или услышать от вас, что же было на сегодня самым ценным и полезным, если у вас нету, ну как сказать, вопросов нет. Так, Милена пишет, я сериал сплетница, смотрела только из-за образов главных героиней. Ну что ж, мы взяли на заметку, Милен, хорошо, я вот, это название как-то мне не попадалось, но я посмотрю, ради этого иногда стоит, да, сколько материалов к просмотру, да, со списками домашних заданий мы сегодня все, как сказать, расстанемся со списками домашних заданий, чтобы уже при следующей встрече у нас были какие-то новые впечатления, чтобы ими обменяться. Так, ой, Венерочка, там у тебя на этом, на украинском, я боюсь, не это, не все слова поняла. Так, пожалуйста, поняла, остальные, не все. Так, да, девчонки, я вам сейчас дам, я вам сейчас дам специальную страницу, где мы записываем, ваши, точнее, не мы записываем, а вы записываете, ваше пожелание, вот на этой странице можно оставить, в том числе, будет и свои рекомендации. Ссылки там нельзя оставлять, но если вы название фильма оставите, то я думаю, девчонки легко найдут. Вот сейчас я копирую эту ссылку, это ссылка на страницу сайта, где у нас можно оставить как раз пожелания по темам и там же оставить пожелания, какие фильмы посмотреть, что вы считаете. Ага, вот здесь у нас уже разгорелись споры. Так, сплетницу, надо посмотреть, я поняла, раз народ, такая дискуссия, секс в большом городе, да, да, ну и секс в большом городе мы как-то брали для мастер-класса и обсуждали, я уже не стала повторяться, но я соглашусь, это действительно фильм, который, понятно, что дьявол носит прадо, это как бы фильмы, в принципе, такие созданные, понимаете, для того, чтобы нам эти образы давать, а здесь получается фильм вроде как детектив, элементарно, он посвящен расследованиям, и поэтому на фоне, в общем-то, одного содержания очень классным, очень интересным является вот обновление ее образа, как она выглядит каждый день, совершенно по-разному, то есть вот это на контрасте, скажем так, делает ее образ еще более эффектным и заметным. Да, секс в большом городе не смогла достать его так, как раз хотел у нас в чате задать вопрос, как можно формировать образ, сегодня получил оглядный пример. Ага, так, посмотрю сегодня фильм элементарно, Татьяна заинтересовала, но особенно, девчонки, если вы любите детективы, получите двойное удовольствие, я получаю два удовольствия сразу, я люблю детективы, мне интересно угадывать, скажем так, разрешение ситуации и одновременно наслаждаться образом, вот это два удовольствия, и левое полушарие получает удовольствие, и правое, в общем, одно другому помогает. Парные образы, да, причем там будет больше образов в фильме, вы это увидите, скажем так, там в каждой серии можно стоп-кадры делать, и наилучшие образы тоже, делайте стоп-кадры, потом обменяемся, обсудим, это очень интересно. В образы в фильме «Хорошая жена». Девчонки, для того, чтобы не потерялись наши с вами мысли, особенно если речь идет о фильмах, вы можете не постесняться и название фильмов написать. Вот я сейчас вам открыла специально эту ссылку, ну, в смысле, дала ссылку в чат, сейчас еще раз ее напомню. Туда можно отправить пожелания по темам, по темам наших открытых уроков, туда можно отправить свои какие-то наработки, рекомендации, что вы где-то увидели и хотите поделиться вот в таком-то фильме посмотреть. «Шопоголик» надо посмотреть, хорошо, согласна. Классика шмоток, так, Игорь Престов слышала тоже хорошо, интересно, дневник Кэрри, понравился по нарядам. Так, ну, у нас, видите, да, целый список домашнего задания. Татьяна, у меня, ах, с компом случилось самое интересное пропустил. Лариса, напишите мне, пожалуйста, в общем, девчонки, если вы вот прям сейчас участвовали в мастер-классе, но что-то у вас там не срослось, напишите, я вам индивидуально дам доступ к записи. Мы уже, как и в тот раз, собирались сразу, обещали, что запись будет платной, но в прошлый раз мы ее, ну, скажем так, решили все-таки сделать открытой. Она не будет дорогой, но все-таки мы считаем это ценным материалом, поэтому те, кто вот сейчас здесь, но по каким-то причинам прервался в вещании или что-то, напишите мне на почту в ответ на ссылку, на письмо со ссылкой. Я вас поставлю себе на заметку, как будет готова запись, я вам дам возможность посмотреть и то, что вы пропустили, все подсмотреть. Хорошо? На сайте будет только в платном формате, мы что-то вырежем, кусочки какие-то выложим. Так, Светлана, женщина не из-за мира моды, а очень стильная. Татьяна, спасибо за элементарно. Угу. Обязательно посмотрю. Вот видите, я всех, так сказать, на любимый фильм. Ну, собственно, и ваши фильмы я тоже гляну, те, которые не успела еще посмотреть. Ну что ж, спасибо вам огромное за участие. Желаю вам приятного вечера. Пишите обязательно, что вы хотите узнать и услышать. Все, всех обнимаю и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok